всем доброго времени суток меня зовут оксана я как всегда рада приветствовать всех гостей подписчиков на моем канале диайвай творческий мир и сегодня в преддверии нового года я хочу показать еще один очень простой декор для новогодних праздников но на мой взгляд очень интересный понадобится нам принципе минимальное количество материалов это веточки я их уже нарезала нужного размера сейчас я все более подробно расскажу веточки клей различный декор в виде шишек игрушек ягодок различных снежинок все что угодно можно брать те материалы которые есть у вас в наличии и использовать их давайте начнем и так нарезаем 5 веточек длиной 26 сантиметров каждая и складываем из них звездочку я думаю с этой задачей справиться каждый когда звездочка будет сложена начинаем ее склеивать термоклеем аккуратненько проклеиваем каждое соединение не забывая также про середину после склеивания красим звездочку белой акриловой краской и оставляем на просушку а теперь начинается самое интересное приступаем к декору для этого берем всевозможные листики веточки они идут первым слоем и начинаем приклеивать чтобы сверху на них уже приклеивать остальные части декора шишки игрушки главное смотрите чтобы все это хорошенько осмотрелась и размещалась равномерно следите за тем чтобы детальки были приклеены равномерно со всех прилегающих друг другу сторон и на плоскости к которой они также прилегают чтобы ничего не отпадало и не отклеивалась у меня кстати опять сломался клеевой пистолет перестала работать кнопка клей не выдавливается так что приходится руками надавливать на стержень это очень непросто но что делать когда каждый день им пользуешься к сожалению долго они не служат перестали 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 перестал чуть-чуть У меня получилось разместить одну большую шишку и три маленьких, а между ними шарики, те самые мои любимые, трех или четырехсантиметровые елочные шарики. Я их очень люблю, они в поделках очень интересно смотрятся. Ну и конечно же ягодки, куда же без них. Мне они также очень нравятся, потому что всегда выигрышно смотрятся в любых работах. Эти ягодки я уже использовала, вы знаете. Вот теперь уже последние веточки остались. А теперь делаем петельку из джута, на которую мы будем подвешивать нашу звездочку и сразу в петельку продеваем колокольчик. Он, кстати, очень приятно звенит. И вместе с ним уже завязываем петельку. И таким образом он останется у нас как раз вверху и будет очень красиво смотреться. А теперь тонируем шишки белой акриловой краской. Так они будут выглядеть более по-зимнему, как будто заснеженные. Они становятся интереснее, они становятся рельефнее и гораздо выразительнее в работе, если их слегка затонировать белой краской. И последний штрих. Каждый из пяти углов звездочки декорируем белой пушистой мишурой. Вы можете взять другую на ваш вкус. Мне захотелось вот такую белую. Она смотрится как-то именно действительно по-зимнему, по-новогоднему и очень нежно. Начинаем обвивать каждый угол по кругу. И вот моя звездочка готова. При желании можно затонировать даже ягодки и игрушки-шарики, но я этого делать не стала. Вот такая она у меня получилась. Кстати, колокольчик очень приятно звенит. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я обязательно постараюсь порадовать вас чем-нибудь новым и интересным. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok